Я ждала этого мероприятия, потому что мне, как всегда, практический интерес. Я долго искала такую мобильную модель, скажем так. Ну, может быть, не экзоскелет, но я вот на локомате, например, останавливалась. Я понимала, что он очень статичен, очень дурак и очень немного функционален. Поэтому, конечно же, меня очень заинтересовал сегодняшний симпозиум, и в силу своих возможностей я и попыталась тоже показать присутствующим здесь реабилитологам как раз тот формат, которым занимаемся мы. Наверное, именно из-за того, что у нас такая необычная юридическая правоформа, автономная некоммерческая организация, мы находимся вне ведомства, и это как раз помогает нам формировать комплексную систему оказания помощи. То есть мы можем работать не только в области медицины, экзореабилитации, психологии, дефектологии и всего остального. Наверное, главный наш отличительный нюанс, если все авторы технологии подбирают под технологию пациентов, то мы технологии подбираем под пациентов. И, соответственно, цепочка к цепочке формируем комплексную систему оказания помощи. Нам так кажется, потому что мы живем среди этих детей, ежедневно мы их видим, мы знаем их особенности, нам так кажется более действенным и более динамичным. Конечно, должен быть система, и он у нас в системе как раз и работает. У меня другого ответа нет, потому что понимаете, что такое система? Ни один ребенок, обратившийся к нам в систему, не должен получить? Нет, наша технология не подходит к нам. Эта система должна быть многопрофильной и многомодульной. И если патологии ребенка не соответствуют оказанию помощи по одной модели и оказанию помощи, извините за тавтологию, значит, мы обязательно должны что-то подобрать альтернативное. То есть индивидуальный подход, но при комплексной системе. Вот тогда будет польза, тогда будет динамика, тогда будет эффективность. Я бы не стала говорить стопроцентно, что мы вот всех детей поставим в экзоскелеты. Наша с вами задача при помощи экзоскелета восстановить собственные двигательные функции. Это не значит, что мы будем из детей делать каких-то роботов биологических. Вот при поддержке, при использовании экзоскелета восстановить собственные компенсатурные возможности своего организма. Это да, это я приветствую полностью и готова к дальнейшему сотрудничеству с компанией Энзоскелет. Обещаю все наши замечания, предложения озвучивать и направлять разработчикам. Возможно, что мы еще и придем к какой-то новой разработке в области бэби-экзоскелета, то есть малого экзоскелета, потому что именно вот в том возрасте от 5 до 12, как раз, когда явно не проявляется функциональное нарушение, там как раз будут сложности в определении патологии, в назначении реабилитации и всего остального. Думаю, что у нам предстоит очень интересное сотрудничество и я как раз предлагаю такое сотрудничество. Здравствуйте, это не только приветствие, но и пожелание вам всем здоровья крепкого. Я хочу сказать, что заранее приношу вам всем свои извинения, потому что я ни разу не специалист в области реабилитации. Я всего лишь бабушка, это мой статус. У нас здесь хочу сказать, что оно реоцентр набережной Челны. Что это такое? Это единственный в мире медицинский центр с медицинской лицензией неврологического профиля, который работает как социально ориентированная некоммерческая организация. Мы действительно очень долго искали своих коллег, но, к сожалению, не нашли. Вот такая юридическая правоформа помогла нам, в общем-то, не попасть под какое-то ведомство и мы сами решаем, какие методики нам покупать, каких специалистов нам принимать. Соответственно, конечно, мы действуем в рамках стандартов, как медицинский центр, но тем не менее, у нас есть элементы и коррекционной педагогики, у нас есть и дефектология, и несколько авторских методик, которые мы приобрели в рамках франчайзинга. Собственно, этой социально ориентированной некоммерческой организацией учредителем является благотворительный фонд ДИЦП. 21 ноября мы отметили 15-летний юбилей нашего фонда, премьеры спектакля Ромео и Джульетта. Зал был полон, играли наши дети. Что такое фонд? Вот мы, четыре бабушки, у которых в семьях появились такие дети-инвалиды, причем так совпало, что многосочетанные формы ДИЦП, и мы просто объединились вначале от безысходности. Разговор был лишь о том, что давайте, как в советское время, помните, по организациям была черная касса, а давайте мы с вами будем скидываться и по очереди детей отправлять на реабилитацию. Но как-то так вот нас это все подтолкнуло, подтолкнуло. В 2007 году наш первый президент Республики Татарстан Митимир Шаймеев объявил годом благотворительности. Нашему фонду уже было 4 года, и, видимо, мы к тому времени уже потеряли статус местных юродивых бабушек, и нам город собрал 12 миллионов, и тогда мы провели беспрецедентную акцию, 6 чартерных рейсов на 12 миллионов, 111 детей отвезли в Трусковец, наверное, все наслышаны, клиника профессора Козявкина. Ну, приехали, 12 миллионов потратили. Дальше-то что? Дальше что? 12 миллионов каждый год нам никто не соберет. Ну, и я пошла к мэру, на тот момент он вступил к нам в попечительский совет, и я ему долго и упорно в течение года объясняла, что такое автономная некоммерческая организация. Он говорит, я понимаю, когда учреждение создает благотворительный фонд, но я не понимаю, когда благотворительный фонд открывает медицинский центр. Ну, долго ли, коротко ли, мы его открыли, получили медицинскую лицензию, 6 месяцев мы готовили кадры, покупали технологии, методики, влезли в кредитные линии, потому что реально мы понимали, глядя на своих собственных детей, и к тому времени, присоединившись к нам, еще 300 детей, да, мы понимали, что без комплексной системы оказания помощи, в центре которой находится все-таки медицина, мы не продвинемся ни на шаг. Конечно, первая организация, которую мы учредили, это был медицинский центр. Потом уже постепенно, по мере изменения функций детей, по мере восстановления их функций, при необходимости мы писали новые проекты. Так возник у нас собственный театр с образовательными классами, по вокалу, сценической речи, актерскому мастерству. Это тоже продолжение реабилитации. Сейчас у нас даже есть класс по хореографии и по фехтованию, потому что, когда готовили эти рыцарские поединки в Ромео и Джульетта, пришлось пригласить педагога по фехтованию. Спорт обязательно. Дети растут. Пубертатный период. Конечности удлиняются. Деформация. Внешнее проявление признаков уродства, так называемые. Поэтому, конечно, проект «Лыжи мечты». Конечно, бассейн. Конечно, паралимпийский вид спорта – бочи. А у нас сейчас наша команда завоевала второе место на всероссийском соревновании. Причем у нас есть уникальный ребенок, который все делает ногами. Это единственный из участников даже на всемирных соревнованиях была, который играет ногами. Что такое интеграция? Дети должны жить в городе, передвигаться в городе. Поэтому куча проектов, типа такого проекта, как «Культурный город». Это обязательно. Посещение всех городских мероприятий, спектаклей, театр, кукол и все остальное. Пришли к тому, что поздно взялись за своих, упустили время, раннее вмешательство. Наш центр сейчас берет с двухмесячного возраста. Единственное противопоказание – это неготовность кожных покровов. С чего мы начинаем раннее вмешательство? Без формирования цепочки рефлексов. Не будет навыков, не будет умений. Это что называется «деньги на ветер». Ни для кого не секрет. Все равно вы все первично с неврологией знакомы. Вы понимаете, у большинства этих детей даже нет безусловных внутриутробно сформированных рефлексов. Они не могут даже задышать при появлении на свет. Поэтому появилась первая авторская технология, так называемая микроэлектрорефлексотерапия. Она безинвазивная. Прекрасно действует. Даже наши врачи в течение 10 лет видят очень хорошую динамику. И уже к этому, при восстановлении рефлексов, дефектологи, логопеды далее начинают работать, уже развивая какие-то новые функции. У нас, например, есть такая технология, как биоакустическая коррекция мозга. Аппарат в Питере купили. Ну вот задачи, что называется, в комплексе. Здесь очень коротко изложено, но все-таки реабилитация. Почему через запятую реабилитация? Я, может быть, наивный человек, но я считаю неправильно для детей использовать термин реабилитация. Реабилитация – это восстановление потерянного здоровья. Эти дети рождаются абсолютно без здоровья. Поэтому все-таки, наверное, когда-то будут написаны государственные стандарты по обилитации. Оздоровление. Очень много нас критиковали именно в области того, что наш фонд покупает на Черное море в профильные санатории, бесплатно дает детям, мать и дитя путевку на море. Но это не просто так. И мы не из жира бесились, как говорится. Мы поняли, вдруг наши врачи, особенно педиатры, стали замечать, те дети, которые были на море на оздоровление, на основных курсах не болеют, и у них нет откатов. Поэтому появился и такой проект «Подари ребенку море». Что такое социализация? Ну, самый, наверное, простой пример. Кто-нибудь когда-нибудь из родителей решится ДЦПшке ребенку дать в руки нож, чтобы он отрезал себе кусок хлеба? Никто никогда. Так появился проект «Возможно-невозможная кулинария», где крупный бизнес-отель «Татарстан» с рестораном «Круглый стол» на своей территории, со своими поварами, с шефом, с ушефом. Годовой цикл обучения, приготовления пищи детям ведут. Начиная буквально с чистки овощей, кончают десертами. И в конце года, в декабре, мы устраиваем такой праздник, конкурс «Я лучший повар». Причем при этом еще и мамы учатся готовить, потому что они все время присутствуют на занятиях. Ну и профилактика о раннем вмешательстве, я вам говорила. Недопущение глубокой инвалидизации и раннего вмешательства – это уже, я считаю, первые шаги в области профилактики. И надеюсь, что это, в общем-то, и дальше сработает. То, что я вам говорила, у нас есть несколько авторских методик. На франшизе, что такое франшиза? Как некоммерческая организация, мы, в общем-то, не можем себе позволить купить патентный портфель. Ну, у того же знаменитого профессора Козявкина, как-то мы попытались обсчитать, он нам сказал, 5 миллионов евро. Ну, нет у нас таких денег. А когда попросили проект патентного портфеля прислать, конечно, там половина воды и статистики, которая и ранее была опубликована, описание этих форм и типов ДЦП. Ну, за это, извините, 5 миллионов евро. Поэтому мы выходили на авторов технологий и предлагали им франшизу. Франшиза – это, значит, от фактически отработанной стоимости 20% мы отчисляем автором методики. Ну, все время мне задают такой вопрос. Если вы продаете продукт по себестоимости, на секундочку, у нас стандартный курс лечения со всеми специалистами в районе 45 тысяч, как вы вообще сводите концы с концами? Ну, кого заинтересует наша финансовая и юридическая стратегия, я готова ответить на вопросы, но кратко скажу. Все сопутствующие службы я вывела на аутсортинг. Мы не содержим лишние рабочие места, мы не платим за сотрудников налоги, люди приходят, убирают, и причем нашлись опять-таки социальные партнеры, те же обслуживающие нас компании, которые пошли на партнерский договор. Ну, к примеру, я, например, заведение бухучета, бухгалтерская компания по фонду, плачу абонентскую плату 6 тысяч рублей в месяц. Даже вот к такому пришли, да? Но, слава богу, вокруг нас всегда возникают хорошие люди, понимающие люди, и когда они видят, что мы стараемся работать профессионально, и при этом у нас нет особо крупных вложений, и мы не можем себе позволить, они идут нам навстречу. С лета взяли мы экзоскелет на тест-драйв. Я так понимаю, что ДЦП, наверное, не применяли еще экзоскелет, да? Причем сразу же хочу оговориться вот в чем. Вот в том виде, в котором вы все получили экзоскелет, нам не подошел. Поэтому, конечно, мы обратились к разработчикам, мы были постоянно с ними на связи, мы постоянно давали какие-то наши специалисты рекомендации, да? И для нам поставили специальную голень и специальную ласту, потому что воспитанники нашего фонда очень хорошо обеспечены ортопедической обувью. И вот в своей личной, привычной, специально для него подобранной ортопедической обувью встать в экзоскелеты, эта задача была выполнена. Тест-драйв проходил у нас практически два месяца, и мы вот где-то, наверное, с 1 октября мы его… Вот не в таком виде. Сейчас еще, если после моего воспитывания ребята покажут вам видео, значит, то вы уже поймете, в чем отличие. Наш экзоскелет разительно отличается от этого. Вот специалистов подготовили. Хочу сказать, что вот здесь говорили, второй курс можно ли применять, сколько минуты, сколько чего-то. Вот таких конкретных фактических данных мы вам предоставить не можем. Мы всего пару месяцев работаем, да? Но визуальные данные мы вам можем предоставить спокойно. Я даже могу продемонстрировать вот на себе, как говорится. Мальчик, 15 лет, 180 рост. Мама никогда не верила, что у него 180, потому что он ходил вот так. и представляет себе. Выходит на сцену и читает монолог князя Ромео и Джульетты вот в таких замшевых ботворках с беретом. И он так вышел. Все переспрашивали в зале, это что, ДЦПшник? Может, психологически, может быть, действительно реально им помогает. Потом, были, значит, вальбусные искривления, стоп, да? Выровнялись. То есть вот это мы готовы дальше сотрудничать с компанией Экзоскелет и безмерно им благодарны, что они, в принципе, пошли с нами на этот эксперимент. И готовы в дальнейшем подсказывать, наверное, что можно видоизменить, чтобы не только взрослых поставили в Экзоскелет. Мы с вами уже все поняли, что помогает он, да? Проще говоря. Но еще и детей поставили. Поэтому, наверное, я одна из самых нетерпеливых ожидающих, когда они в следующем году выпустят Бэби-комплект от 5 лет. Вот таких у меня очень много. И мы станем обязательно первыми приобретателями его. Ну, пошли у нас взрослые. Я, конечно, была противником пересекаемости пациента потока, взрослые и дети, да? Но мы тоже решили эту проблему. Мы взяли доп. офис, большой зал ОФК, и взрослых, значит, наши инструктора принимают там, а детей уже в основном офисе. Вот. Поэтому, да, инсультники пошли. Пошли посттравматики, после ДТП и после всего остального. Ну, на сегодняшний день взрослых у нас 13 пациентов, детей в два раза больше. Но огромная уже очередь, еще раз говорю, не позволяет рост взять. От 155 рост, да? Будет чуть пониже, конечно, количество пациентов будет намного больше. Вот, собственно, и все. Спасибо.